Я вот сегодня с людьми разговаривал, с которым Гриша, эти люди с Гришей общаются, его друга называют, я всем сказал то, что я нормально к нему отношусь, Гриша, ничего, все, я нормально к нему, я первый, никого не задеваю, я вот сегодня звонил, созванивались с Аркашей, про Гришу плохого не говорил, созванились с Серегой Нагаевым, по факту, говорили только по факту, тоже в принципе я ничего такого плохого не говорил, созванились с Лехой, ну давайте начнем, наверное, сначала с хороших новостей, Грише я нормально отношусь, то, что он вот такой хуйный, и вот такие вот вещи, вы, наверное, у меня в телеге видали, и исполняют они это в прямом эфире, я нормальный человек, адекватный, веду себя бывает на стриме тоже, и матом ругаюсь, потом, когда я встаю с утра, мне стыдно заводить стрим, но когда ты исполняешь вот такие вот танцы и все остальное, я не знаю, либо я, может, я что-то в жизни просто недопонимаю, или как-то у нас по-другому это все, я сегодня с ребятами разговаривал, которые Гришин друзья, я так говорил, вот Гриша мне всегда кричит, ты мне завидуешь, Чему? Шкале? 300 косарей? Окей, заработал, красавчик, хоть тебе триллион скинут, красавчик, никогда тебе не завидовал, да я вообще в принципе никому не завидую, и мне завидовать тоже нечему, ну, чтобы мне кто-то завидовал, так вот этот вот недоразумение, 240 килограмм человек, очень жесткие вещи, там кружки какие-то записывал и все остальное, про детей там говорил, про беда, я его услышал, то, что они на стриме вытворяли, я, конечно, в жизни своей много чего видал, но на ютубе я девятый год, следующего года, 2025 года будет уже каналу, как бы уже, было бы, хочу пожрать, 9 лет, я как бы на ютубе, я это видел впервые, искренне, Диман, интересно одно, почему они на тебя сваливают все, когда уже куча нарезок вышла до того, как ты сделал запись, сейчас я объясню, тебе не пофиг, мне нет, мне не пофиг, ну, по чесноку нет, мне не пофигу, не, на самом деле, я бы тоже с Виталькой хотел бы поговорить, вот у него будет стрим, наверное, мы созвонимся, вот, тоже бы хотел его лично вот так вот, вживую спросить мнение, мне как бы есть, как бы, Виталь, я нормально, без всяких там этих моментов, просто вот, твое личное мнение, вот просто вот в онлайне, а кто-то послушать потом будет. Гришки никакого негатива не испытываю, но что творит он вот это вот, просто творит и что угодно, там зеленкой машется, там все угодно, ты постоянно так делал, но когда вот такие вещи происходят на стриме, я такой не поддерживаю никак. Роме только 47 тысяч перепал, я, конечно, в шоке с Гришем. Так Гришка, Гришка он такой, да. Димон, ты прав, нельзя такое показывать на весь мир, могут же и дети такое посмотреть, кто топит за Гришу, те сами готовы такое исполнять. Мы за тебя, Димка. Спасибо большое. Я просто понимаю, я прекрасно понимаю и знаю Гришу, как свои пять пальцев, вот, и чтобы вот такое вот исполнять, но да, я понимаю, я тоже матом ругаюсь, там, телефоны там разбил, там, по столу стучу, туда-сюда, но мне потом на утро, блядь, это стыдно, ну честно, клянусь, просто стыдоба бывает, блядь. А тут просто стоять, блядь, и такое исполнять в прямом эфире. Я не знаю, я не знаю. Не, ну, конечно, кто-то, конечно, поддерживает это, я такое не поддерживаю, вот вообще никак. Вот, Виталь, вот просто по факту, вот Виталька вот говорил, ну, ладно, я сейчас ничего не буду говорить, мы с ним поговорим, когда созвонимся, вот, когда у него будет стрим, мы эту ситуацию с ним, как говорится, ну, я думаю, то, что поговорим насчет этой темы, ну, просто там тоже есть некоторые моменты. Ребят, я, я же и товарищем Грише говорил, когда с кем сегодня созвонился, я Грише не хочу никакого, ни зла, ничего, я просто хочу Грише дать понять, чтобы он немножко свою подушку вытряхнул, и он занимается уже хуйня. Я просто дам пример такой, когда ему донатил Ибрагим Великий, наверное, помните, кто смотрит Гришу, там давным-давно это было, его просто перекрывают деньги, просто перекрывают, понимаете? И вот это тот же случай сейчас, понимаете? Вот такая вот, он читал пост Виталия, там Виталий, по-моему, пост там какой-то улыжнулся, ну, у тебя в телеге, вот, то, что, типа, в стрип-барах там письками трясут, титьками и все остальное, это закрытое помещение, куда не каждый попадет. Там ходят туда взрослые дядьки с бабками, и Рома, и Гриша это прекрасно понимают, что так не надо, но это полный хуйня. Просто вот, я не говорю зашквар, не зашквар, это, вот, честно скажу, это просто, ну, извиняюсь за мат, просто пи***, то ли еще будет, ну, да. Ну, знаете, вот, тоже, ну, тоже Виталию скажу его, как бы, я его тоже, я всегда вот говорил, я говорю, конечно, совершенно, надо вот такой вот, как бы, освещать, потому что, вот, допустим, с Вити надо выйти, вот он там выставил себе там, то, что действительно, да, дети сзади, и они танцуют там, титьки трогают, ребенок плачет, им внимания никакого не уделяет, красавчик. Но мораль-то какая-то человеческая, какая-то должна быть. Ну, просто когда такие моменты, ну, неужели в башке ничего нету, неужели нет ничего святого? Почему Гриша во всем тебя обвиняет и говорит херню про тебя? Ну, это потому, что Гришка такой, к сожалению. Просто понимаете, когда ему всегда говорят, то, что он толстый, ему ничего за это не будет, и мы там, и там, за его там какие-то базары, и он этим пользуется, вот, но сейчас не тот, не то время, чтобы вот такую вот херню в прямом эфире стоять танцевать и такую херню, это просто, просто исполнять. Я не знаю, но если ты себя, если вы себя не уважаете, ну, Ром, ладно, он под влиянием Гриш, это понятно, там, отчебучит, что угодно, чтобы Гриша ему скажет. Но если, вот я про Гриш сейчас говорю, если в тебе нету никакого самоуважения, и ты себя не уважаешь, то ты хотя бы, хотя бы уважай, там, я не знаю, людей, что ли, которые тебя смотрят, которые с тобой близко общаются, ну, по факту-то. Я вот этого не понимаю. Мне на самом деле похер, что там Гришка делает, вот честно, ну, серьезно, там зарабатывает, зеленка мажется там, только что не делал, но вот такую, вот такую херню исполнять, это... Я не знаю, вот если вы там кто-то поддерживает эту тему, я, кстати, читал комментарии, там, в телеге. Ну, конечно же, большинство, они понимают, что это полный... А есть такие индивидуальные товарищи, которые говорят то, что Гриш, красавчик. Не, Гриш, Гриш, на самом деле, как человек, он неплохой. Но вот именно вот за эту ситуацию, если сказать, ну, это ненормально. Здорово, бро, я только увидел твою телегу, сказал я в ахуе, не сказать ничего. Что вообще происходит? Со всем разом потеряли, за копейки. Я... Мои полномочия, как бы... Я не знаю, брат, не знаю. Вовчик, я не знаю, брат, честно. Мне, знаешь, ну, тут и сказать-то нечего, вот в чем дело. Просто по факту сказать даже нечего. Вот как есть, так есть, вот, как бы, вот такая тема. Просто... Вот сколько я, сука, на ютубе нахожусь, я на самом деле это первый раз видал, честно. Я просто включал, вот так голову отворачивал, вот так Васька мне кричит. На что ты, блядь, это смотришь? Я вот так голову отворачиваю, я не смотрю, ну, типа... Как думаешь, уедут, не уедут. Но, блин, я вообще... Это был вообще не такой позыг. Я просто хотел, даже чтобы зритель просто увидел. И Гриша сказал... Мы сегодня так же разговаривали, там, я не буду сейчас, там, говорить. Я тоже сказал, как старший, просто поговорить с Григорием. Ну, блядь, это просто, типа, из рамки вон выходящая вот эта хуйня. У меня вот, вот, как вам объяснить? Мне даже лямы сюда закинут. Я могу только вот песню включить, потанцевать. По красоте. Все. Ну, вот, по факту. Я лучше, так скажу, я лучше буду без денег, голодный, холодный. Ну, такую дичь делать точно не буду. Он на тебя 300к потратил, говорит братух. Так, ребята, я же не отрицаю этого. Я не знаю, я не считал, сколько он на меня потратил. И что он говорит, там, что-то кого-то я выпрашивал. И все остальное. Там, дачки какие-то, и все остальное. Ну, он такой Гришка, понимаете? Он такой. Он постоянно, он что-то сделает, там, поможет. Тыкает, тыкает постоянно. Ладно, Васька, он вообще, как говорится, ко всем нормально, нейтрально ко всем относится. Так он и Ваську так же... Мы на резку смотрели. Вася мне говорит, я говорю, смотри, что он базарит. Вася мне, знаете, что говорит? Он говорит, ну, с перепоя, перепил, перепил. Ему Рома говорит, сидит, этому Гриша говорит. Да Васек-то, ну, не надо, не надо, не говори, останавливал его. А Гриша осознанно и понимая, про кого он говорит, говорит про Ваську, оскорблял его по-всякому. Как только не оскорблял. Так ты его нафиг топишь. Ребят, как понять, я его топлю. Так он сам себя топит. Я-то здесь при чем? Ну, по факту-то. Ну, я не хочу вот это, ну, вот, допустим, так вот. Это на Ютубе скоро, там, развратом начнут заниматься. Аудитория разная смотрит. Я не поддерживаю это. Вот он тебе помогал полгода. Так я и не спорю это. Я и не отрицаю этого. Но я же не кричу на каждом углу, что я ему помогал постоянно. Его жопу спасал постоянно. Я же не кричу на это постоянно, на все услышание. Вот я помогал Грише. Реутов тебя осудил. Да я понял. Так по-другому-то и быть не могло. По-другому-то. Я другого-то и как бы и не ожидал. Да. Я говорю то, что стрим заведет. Мы с ним поговорим. Я подразвякую с ним. Поговорим, обсудим эту ситуацию.